Здравствуйте дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала! Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. И сегодня мы с вами начинаем новую серию видео на нашем канале и говорить будем о хамедореи. Пальма хамедорея довольно часто встречается в комнатных условиях. Этот многолетник является представителем семейства пальмовые. Данный род объединяет примерно 130 различных видов. Родом это растение из тропической части Центральной Америки, Восточной Африки и Мадагаскара. Часть видов можно повстречать в природе Кавказа, Крыма и Юга Европы. Чаще всего встречаются кустарниковые формы данного растения, однако бывает также хамедореи в форме лианы, а еще кусты с одним стеблем. Растет данная пальма очень медленно. В течение 12 месяцев формируется всего одна или две новых листовых пластины. Среди хамедорей различают женские и мужские кусты. Они отличаются друг от друга цветками. У женских насыщенно красные или оранжевые одиночные, а у мужских желтые и красные входят в состав соцветий. Это многолетнее растение очень легко выращивать в комнатных условиях. Давайте посмотрим, как же это делать. Ну, начнем с цветения. Зацвести комнатная хамедорея может уже с третьего года роста. Для того, чтобы круглый год наслаждаться цветением такой пальмы, в горшок следует высадить сразу несколько кустов. Милые душистые желтые цветочки внешне похожи на мимозу. Пока куст молодой, все цветоносы рекомендуется вырезать, так как он тратит большое количество сил на цветение, что негативно отразится на его росте и развитии. Чтобы оживить пальму, в субстрат рекомендуется внести удобрение. Температура. Крайне негативно реагирует на чрезмерно высокую температуру воздуха в комнате. В связи с этим, в жаркие летние дни обязательно проветривайте комнату. Зимой куст должен находиться в прохладе от 12 до 18 градусов. Причем в это время его следует оберегать от переохлаждения и сквозняков. Эта пальма отличается живучестью и потому она может уцелеть даже в критической ситуации. Влажность воздуха. Лучше всего хамедорея себя чувствует при уровне влажности около 50%. Для поддержания такой влажности куст рекомендуется регулярно увлажнять из пульверизатора, хорошо отстоявшейся водой, хотя бы один раз в день. Если в комнате влажность, не слишком низкая, то увлажнять растения достаточно 2-3 раза в неделю, а зимой один раз в неделю. Если пальму не увлажнять регулярно, то она не завянет, но это может привести к появлению паутинных клещей. Чтобы листья были чистыми и опрятными, растению можно иногда устраивать теплый душ. Чрезмерно большой куст вместо этого опрыскивают большим количеством воды. Освещенность. Пальма вполне нормально себя чувствует в затенении, однако оптимальным местом для нее является подоконник восточной ориентации. Хамедорею можно использовать для украшения комнаты со скудным освещением. Если же свет будет чрезмерно ярким, то это приведет к пожелтению листвы, при этом куст начнет чахнуть. Ну вот собственно и все у нас на сегодня, но это далеко еще не вся информация об этом прекрасном растении. В наших следующих видео мы обязательно более подробно поговорим обо всех нюансах выращивания хамедореи, о том как ее поливать, пересаживать, размножать и о многом-многом другом. Так что если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить и не потерять. Ну а поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение можно в комментариях. А с вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Я всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч.